Про этих специалистов ходят анекдоты, но именно этим трудягам почти в каждом городе есть памятники. Сложившийся в народе образ вовсе не отражает специфику их труда, но именно они – самые долгожданные гости в любом доме. Ведь от них зависит привычный уют и комфорт, качество работы, холодного и горячего водоснабжения, канализации и систем отопления. Слесари-сантехники 21 марта отмечают профессиональный праздник – День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Вот такое у нас условие труда. Заметили? Это ещё нормально. Многочасовые операции с трубами в подвальных помещениях, высота которых зачастую не превышает 80 сантиметров, в работе сантехников – высший пилотаж. И то, что всё происходит ползком и в присядку, Александр ничуть не смущает. Привычка. Единственное, о чём он переживает, это то, что передать свой 30-летний опыт некому. В сантехнике молодёжь идёт неохотно, а ведь это, вопреки предубеждениям, важная и очень интересная работа. Раз, два, туда отвод, обрезали, подняли наверх. И сюда 32-ю на циркуляцию. Александр начинал свой путь в профессии со строительного участка. Осуществлял монтаж исключительно нового сантехнического оборудования. Зато границы ответственности выходили за пределы строения. Приходилось заниматься подключением не только внутренних, но и наружных сетей. Сегодня это очень помогает при осуществлении совместных работ с ресурсоснабжающими компаниями. Особенно радует, что в 21 веке на помощь слесарю пришли новые технологии. Когда-то металлопласт начитался, когда-то полипропилен. Сейчас и шаровые крантики такие модные, раньше только задвижки и краны, всё, вентиля, точнее. Каждый день интересный случай. Вот сегодня интересный случай? Конечно. Ну почему? Людям сделать добро. Разве это плохо? Сделать нормально горячую воду. И опять же, и людям подашь, и самим же ведь меньше проблем же всё-таки. Ведь это же всё старое. Когда-то же надо ремонтировать, всё это делать. Кто-то же должен это делать. Результат оперативной реакции сотрудников северо-восточной жилищно-эксплуатационной компании на жалобу жителей на недостаточное давление в системе горячего водоснабжения. Для устранения этой проблемы в зимней прививе был разработан план. И как только позволила нам погода, мы состыковали работы совместно с Нягонской ресурсоснабжающей компанией и вышли двумя бригадами. Мы сегодня не замечаем их работу, потому что они редко когда выполняют ремонтные работы в самих жилых помещениях. А если выполняют, то это замена смесителей, замена труб. Основная их работа как раз-таки поддержание в надлежащем состоянии инженерных сетей. А это сегодня вода, отопление, те основные ресурсы, без которых мы не можем обходиться. Управляющей компанией СВЖК порядка 126 многоквартирных домов, половина из которых аварийный фонд. Поэтому заявок бывает до 700 в месяц, и большая часть из них адресована как раз-таки сантехникам. Кто-кто, а эти специалисты даже в век современных технологий и инновационных открытий без работы уж точно не останутся. Продолжение следует...